В этот день, 27 апреля, родились. Николай Тучков, герой войны 1812 года, погиб в Бородинской битве. Федор Уваров, еще один герой войны 1812 года, как и Тучков, отличился в Бородинском сражении лихим кавалерийским рейдом. В этот день, 1701 года, по велению Петра Великого, появилась Московская школа математических и навигацких наук. 27 апреля 1938 года был арестован ученый-физик Лев Ландау. Он был обвинен в шпионаже в пользу Германии. Спустя 30 лет Ландау получит Нобелевскую премию. В этот день умер Андрей Нартов, замечательный русский изобретатель, личный токарь и друг Петра Великого. После смерти человека, который обучал токарному искусству европейских монархов, и чьи изобретения передели время, в Санкт-Петербургских ведомостях появилось короткое объявление о распродаже его имущества за долги. С подросткового возраста Андрей Нартов работал токарем в Московской школе математических и навигацких наук, основанной по велению Петра Первого. Там Петр приметил способного молодого токаря и приблизил его к себе, определив его в собственную дворцовую токарню. Любовь к токарному искусству сблизила зрелого Петра и юного Нартова. Они часто и подолгу беседовали, вместе работали в мастерской и вместе посещали промышленные предприятия. У влюбленного в дело Нартова проявилась изобретательская жилка. Он не только усовершенствовал старые станки, он собирал новые. Наконец Петр отправил талантливого подопечного учиться за границу. Но, как оказалось, не только Нартову нужно было учиться у европейских инженеров, но и наоборот. От имени русского императора изобретатель преподнес некоторым царствующим особам и вельможам сконструированные им станки. В Берлине после осмотра Нартовского детища русский король Фридрих Вильгельм I вынужден был признать, что в Берлине такой махины нет, и напросился к Нартову в ученики. Вскоре Нартов написал царю. «Коль скоро прибыл в Англию, не применил смотреть всего лучшего, что касается коонным дела. При всем вашему царскому величеству доношу, что я здесь таких токарных мастеров, которые превзошли российских мастеров, не нашел, и чертежи махинам, которые ваше царское величество приказало здесь сделать, я мастерам казал, и он и сделать по ним не могут». После Лондона изобретатель отправился в Париж. Президент Парижской академии наук Аббад Биньон писал Петру Великому. Постоянная его прилежность в учении математическом и великие успехи, которые он учинил в механике, дали нам знать, что во всех вещах ваше величество не ошибается в избрании подданных, которых вы изволите употреблять в свою службу. Кроме того, Нартов поразил Францию своим изобретением. В 1717 году он наконец-то освободил руки токаря от необходимости держать резец, как это было ранее. Как считается, это был первый шаг в автоматизации токарного станка. Так что после возвращения на родину Петр I назначил Нартова заведующим царскими токарными мастерскими. Изобретатель продолжил упоенно работать, воплощая свои идеи одна за другой. Петр же наградил изобретателя золотой медалью со своим изображением. Более того, стал крестным его сыном. А вот после смерти трудяги царя для Нартова наступили тяжелые времена. Князь Меньшиков, фактически управлявший Россией, закрыл токарню. Нартов много раз был свидетелем того, как покойный царь отсчитывал Меньшиков за казнократство. Более того, между Меньшиковым и Нартовым была серьезная стычка, о которой князь не забыл. И все же России было тяжело обойтись без талантливого изобретателя. Позже его назначили директором монетного двора, который он буквально поднял из руин. В 1738 году Нартов сделал станок, который серьезно модернизировал производство артиллерии. Сконструировал оригинальную скорострельную пушку. Другая изобретенная им технология позволила начать ремонт стволов, вроде бы негодных больших стрельбе, что сэкономило казне гигантские деньги. Говоря его стараниям к началу Большой Семилетней войны, русская артиллерия оказалась, несомненно, самой совершенной в Европе. Андрей Нартов не был каким уж непризнанным гением, как иногда считается. В его жизни были черные полосы, однако ему довелось руководить Академией наук. Его успехи в артиллерийском деле были вознаграждены премиями, чинами. И все же Нартов был настолько увлечен своими опытами, что вложил в них почти все средства. Когда он умер, его имущество было распродано за долги. А книга его «Театру Махинарум», написанная в последние годы жизни, которая содержала все его изобретения, была, увы, забыта почти на 200 лет. Редактор субтитров А.Семкин